всем привет с вами тимофей и я играю в ту самую игру из-за которой временно пока prime мало записываю я ее купил в стиме за 400 рублей мы играем с другом я от решил вам показать в общем смотрите тут у меня уже как бы есть оружие и броня но вы начнете игру столько с одним только камнем у вас вот с таким камнем и вот что нужно мне делать во первых вы можете давать дерево вот так бьете камень вы бьете дерево камнем и вот у вас надпись 1 wood мы получили одно дерево но гораздо быстрее можно получать дерево вот таких штуках вот раз два по 7 деревьев за удар но у меня естественно есть уже топор железный которым еще лучше все это а киркой и вовсе кстати запомните топор добывает дерево хуже чем кирка но зато топор добывает руду из камней лучше чем кирка почему то не знаю поэтому дерево добивайте киркой а камни ломайте топором так вот такие камни в них можно добыть железную руду их тоже можно бить камнем по одной руде но я сейчас топором это будет делать вот и у нас тут как бы есть руда дерево камни и наверху вот здесь вот есть разные кнопки вот например крафтинг я нажал кнопку крафтинг и теперь я могу например создать каменный топор самый первый стоны хочет вот для него нужно 5 камней и 10 дерево вон у меня всего хватает я нажимаю крафт одну штучку и за 20 секунд сейчас я сделаю себе каменный топор ну то есть вы когда начнете играть если будете в это играть за 400 рублей первым делом сделайте себе каменный топор чтобы потом им все добывать вот он каменный топор он практически работает так же как и обычный топорик просто бьет быстрее чем камень железный топор конечно еще лучше вот сейчас я отключу запись добуду немного ресурсов и покажу вам что в этой игре еще нужно делать вот сейчас вы видите мой железный топор сломался у вещей есть прочность и сейчас но листа у него него потом починю а сейчас пока буду добывать каменным топором не так уж это и плохо на самом деле в общем вначале вы бегаете и добываете деревья и камни при том деревья добываете киркой а камни топором как ни странно ну это может потом в патче исправить сейчас я остановлю запись и покажу вам что же делать потом когда у всего этого наберете более-менее итак я вернулся собрал немножко дерева камней и сейчас я вам покажу что нужно сделать чтобы не сдохнуть от голода вначале когда у вас ничего не будет придется просто топором бегать за всякими животными например свинкой мы бегаем быстрее ее и можно догнать и начать бить бедную свинку ой логнула стой стой свинка и теперь когда мы свинку убили мы ее бьем топориком кстати разделывать ее нужно не киркой а топориком потому что киркой опять же меньше получится кожи и прочего стой кролик стой стоять стой милый кролик я хочу твое яйцо пасхальное вот когда мы бьем животных мы получаем 10 тряпки жир мясо и если это медведь что еще кожу сейчас я еще немножко да буду стояли не стой стоять стоять стой без той же ты ладно в общем зачем нам все это нужно дело в том что тряпка нужно для того чтобы создать и здесь вначале у вас будет оружие hunting bow переводится как охотничий лук 35 дерева и 5 тряпок он стоит он не изнашивается а затем когда мы создадим лук то тут в патронах есть еще стрелы они делаются из камней и балок из дерева и камней и вот когда вы сделаете стрелы и лук то смотрите как будет выглядеть примерно охота вот так где-то там вдалеке животное оп она убегает а нам пофигу мы как бы это мы целимся издалека у него нам не надо больше с топором за ним бегать а потом включаем топор и разделом его и таким вот образом мы охотимся но смотрите внимательно не вздумайте есть сырое мясо сырым мясом вы отравитесь если его сейчас съездите нужно сначала будет вам создать обычный костерчик из пяти деревяшек он делается и сейчас я вам покажу как можно делать разные объекты в том смысле что тут можно строить дома и прочее но сейчас я сначала построю первым делом костер вот костер берем ставим его вот видите я могу выбрать куда даже на дерево он не ставится вот и теперь смотрите вот когда я нажимаю просто него один раз буквой е то есть use я в тушу или или зажигаю или или тушу а если ее нажать и держать нажатой то появляется меню и в этом меню можно открыть если вы его открываете то можно вот так вот еду туда положить так сейчас я разделю вот и теперь когда вы его зажгли она начинает готовиться можно даже увидеть как она приготовится и так вы получаете жареное мясо которое вы здесь вот можно восполнять вашу голодность когда вы сыты то и вы просто ходите и потихоньку лечитесь вот то есть вам надо добыть обычным камнем дерево с камнем потом дерево с камнем сделать каменный топор каменным топором добыть еще больше дерево с камнем потом из дерева сделать костерчик и сделать лу убить каменным топором животное какую-нибудь свинку Получить из нее тряпки С помощью тряпки дерево сделать лук Потом с помощью камня и дерева сделать стрелы Из лука стрелять стрелами Убивать животных Получать еще больше жира и тряпок А потом вы сможете приготовить еще другие Вот тут есть уголь Производится И вы сможете потом сделать дом, печку В печке плавить металл Из металла делать пистолет И в общем вот такая вот игра Не забудьте, чтобы открыть любой объект В том числе и печку Нужно иногда держать вот так вот кнопку Е нажатой Точно так же настраиваются двери Там можно кодовый замок поставить Чтобы ваш друг мог тоже войти Но я вам покажу это на следующем видео Так, вот я вернулся к себе домой Это мой друг, с которым мы играем Он сейчас не в игре Кстати, когда вы выходите из игры Ваш персонаж спит И мягко говоря, если в этот момент вас найдут враги То они вас убьют, а вы ничего не делаете Вот я держу опять долгую букву Е Чтобы открыть печку Кладу в печку железную руду Дерево И можно будет ее зажечь Сейчас Оп Теперь наша железная руда плавится Ну вот, короче Что еще Вам надо будет собрать верстак Чтобы делать более сложные вещи Он где-то здесь вот Вот Repairbench Чтобы чинить вещи Так А где верстак? Вот Простой workbench Из камня и дерева Это верстак Чтобы делать сложные вещи И просто Когда вы с ним рядом находитесь Крафт ускоряется Например Если я хочу Сделать, скажем Топливо Которое можно вложить в печку Вместо дров Вот Смотрите Вот я нажимаю Вот Крафтинг 2 секунды А когда я сюда подойду Он становится зеленым Он ускоряется Ну я сейчас не успел вам показать Ну В общем Когда надпись workbench 1 Вот здесь вот горит То все быстрее производится И вот топливо я Ускоренно произвел Так сказать Так А в печке Металл Металл превращается В осколки железа Вот эта вот Сульфатная руда Превращается В какую-то вот эту Сульфур хрень А если мы положим Сюда тряпки То тряпки будут Превращаться в кожу Может это кому понадобится Вот Так Возьмем сейчас Наши осколки металла Вот видите Две кожи произвелось Вот забираем Я не хочу просто тряпки В кожу вращать А это ремонтный верстак Вот сюда мы ложим Наш топор И видим что 5 металла и 10 дерева Нужно чтобы его починить Но У него по умолчанию 100 прочность А после ремонта 75 становится Так что бесконечно Чинить не получится А вот каменный топор Можно починить Но я пожалуй Лучше его выкину Кирка скоро износится Моя Так Тут мои ящички Тряпочки положим Вот так И что собственно говоря В этой игре дальше делать Во первых Когда вы получите Железные осколки То нужно будет сделать вам В разделе оружия Железный топор Вот если навести Все нарисовано Этот железный топор Вам очень поможет Вы им будете все добывать Дальше потом Так Ну и всякую Оружию Одежду всякой Тряпочное оружие Которое вам надо будет изучить А как изучить Я вам сейчас Постараюсь показать Итак Сейчас я вам покажу Как можно охотиться На некоторых таких животных Особых красных Эти красные животные Это не обычные животные Это животные-мутанты Из них Не получишь много Жира, мяса и кожи Но зато из них Падают Типа того Вещи Некоторые Сейчас я вам покажу Я Медведя сейчас попробую Замочить Иди сюда Тык Вот Бежит ко мне Медведь вот он сдох и у него такой появляется мешочек которым может быть все что угодно в данном случае тряпки которые мне нафиг не нужны по объему эти два удара и всего одна кожа и два куска мяса это считай ничего они нужны только для вот этих ящичков фактически это кстати звук это радиация она там внизу тоже копится иди сюда медведь номер два в ногу что прям в садницу зависим что ли там он убегает смотрите нифига си сдохнет там далеко и мне придется перец я знаю откуда они все идет иди сюда мне неохота за тобой идти давай давай медведь давай давай и так вот наш ящичек так но это опять не то что я хотел показать я пожалуй постараюсь вырезать тот момент когда удачно найду то что нужно так в принципе можно получить и оружие патроны и все что угодно в этих медведях вот кстати таблетки которые радиацию выводит полезная штука вот патрончики шоколадки радиацию можно вывести если просто поесть еду кстати ой промазал ой ой меня укусил вот так порох так я истекаю кровью но я думаю сама пройдет как-нибудь ну здравствуй медведь кирка ну ладно будет запасная эй волк привет еще кирка интересное кино да кстати если что я повреждаюсь из-за крутения вот вот я вам хотел показать в них падают вот такие штуки это называется рецепт ну данный рецепт учит делать большие деревянные ящики которые я уже умею делать поэтому не могу его выучить но вам когда он упадет вы сможете что-нибудь там что вы еще пока не умеете изучить так мне интересно долго я еще буду кровоточить давайте-ка сидим шоколадку ну так вот и получая таким образом эти рецепты вы изучите разные вещи но рецепт это не единственный способ изучать как делать вещи есть еще такой специальный синий ящичек research kit это набор инструментов который позволяет изучить как устроена вещь и вот получить его можно также из этих медведей как вот сейчас я получил этот как его чертеж а можно ходить на такие места специальные заводики тут разбросаны после катастрофы заброшены там радиация и там есть такие ящики появляются в принципе давайте я попробую сбегать сейчас на один такой заводик быстренько глянуть ящички блин медведь как-то не вовремя на ну где ты там эх медведь медведь ну нафига ты мне тут а еще стрелы на тебя тратить ой промазал все что ли ну соберем соберем лут эй эй так вот вот тебе надо так шоколадки кстати маленько лечат у меня пистолет с фонариком кстати я вам потом покажу как делать фонарик как ставить его ой 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 это так наверное я потом вырежу как я это добываю все здесь мне будет не лень надеюсь мне будет не лень итак берем пистолет на случай есть там кто-нибудь есть там частенько можно кого-нибудь встретить и получить подсад вот и бежим вот на этом заводике тут видите дома это вот люди все понастроили играющие в эту игру вот тут вот в этих заводах есть такие места где всякие появляются ящики давайте посмотрим что тут у нас вот вот это ящик это самый хреновый ящик в нем ничего полезного почти никогда не бывает так медведь где-то тут ну ладно дождем фонарик ящики бывают вот такие деревянные а бывают знаете такие железные разного цвета там зеленые беть мне не до тебя сейчас серьезно вот зеленый ящик в нем может быть что нибудь полезное но в данном случае ни хрена полезного иногда там бывает ресерчки ну в принципе вот так вот надо заниматься следом радиоакции ой эй эй тихо тихо парень я мирный мирный у меня нет ничего эй у меня нет ничего да иди нахрен я видео снимаю отвали от меня я сейчас убью с пистолета слышь я сейчас убью сука дурак что ли да вот такие тут люди психованные так у меня кончились патроны в моем пистолете поэтому придется его мочить киркой эй эй слышь чувак отвали нахер у меня реально нет ни хера ты чё тупой что ли блин по моему у него какой-то чит типа спид хак что ли чё тебе надо нет у меня ни хера ну вот снайпер уже стреляет по нам отлично еще медведь оооо боже как мне это надоело всякие мудаки бегают ну-ка где он там нету вот вот так вот замечательно все тут эх самое интересное это когда ты насобираешь кучу всего эээ построишь дом слушай да ты по моему читак ты же ускоренно бегаешь да я сейчас это скажу админ тебя забанят нахер ник николас о нихера себе чё посоревноваться хочешь майнкрафт блять 62 дэмэджа 3 хм м хм хм отлично вот я и сдох ну в принципе ничего там особо полезно мне не было поэтому я не жалко возрождаемся на своем месте тут короче есть такой спальный мешок это вот где его ложишь там ты возродишься но я его положил не в доме потому что если в доме положить то когда его ограбят тебя там просто ну его уничтожит и ты умрешь ну не сможешь появиться короче доме и так вот у меня теперь нет ни хрена все как положено блин а если я приду кстати на место своего своей смерти то я могу подобрать свои вещи но скорее всего их забрал тот мудак так выключим печку чтобы она зря не не грела все равно уже металл готов так я вам сейчас покажу тогда крафтинг и так значит сам сделаем себе например пистолет подходим к workbench чтобы быстрее все крафтилось смотрим сколько стоит пистолет вот это стоит 10 металла это пистолет 12 он помощнее вот давайте посмотрим сколько мы можем создать металла в кальте металл так 13 но значит сделаем пистолет помощнее который тогда 12 металла так вот и теперь создадим пистолет заряжается он патронами 9 миллиметров который мы тоже сейчас сделаем когда у нас есть уголь и сульфур мы берем находим гунт пауэр создаем я пожалуй все и страчу потому что мне уже девать некуда блин почему нельзя нажать просто держать ну вот порох мы создаем затем из порох и железных фрагментов можно патрончики 9 миллиметровые сделать вот например у меня железо 27 давайте 27 патронов и сделаем тогда вот так мы получили пистолет не знаете что я только что понял что у меня нету этого нет металла на топор железный ну ладно потом тело заряжаем пистолет все это 8 зарядный пистолет мощнее но патронов меньше влезает так что тут у нас еще тут у меня куча дерева но совершенно нету металла как обычно аптечки возьму парочку так пара птичек пистолет сделать надо лук мне наверное я чувствую да ну давайте я наверное больше не буду показывать тут вы уже поняли принцип ходишь бегаешь стреляешь люди тебя убивают ты убиваешь людей еще могу сказать что когда ты умираешь на твоем месте остается мешочек по типу как около медведя и по умолчанию на серверах невозможно открыть этот мешок который остается если ты не создашь handmade lockpick это чтобы открывать этот мешок чужой но я играю на серваке где сразу же все мешки открываются любым человеком это такой специальный сервак и вот этот вот синий research kit это как раз тот самый который позволяет изучить любую вещь когда он у вас есть и вы его перетаскиваете рядом с встаете рядом с workbench с рабочим столом перетаскивать этот синий сундучок на любую вещь и вы знаете как ее сделать и можно изучить сам этот как делать сам этот сундучок чтобы не искать его каждый раз просто перетаскивайте один синий сундучок на другой синий сундучок при нажатой клавиши shift вот это сам это важная информация и еще если вы играете с другом чтобы он мог вашу дверь открывать надо долго держать е и тогда появится здесь меню где можно сменить замок и там указать циферный код сказать другу и он тоже долго поддержит ведет этот код и сможет заходить в ваш дом ну и я не знаю наверное вам покажу по-быстрому как строить дома тогда еще значит тут вот есть основание есть палки есть стены есть крыша ну и там еще есть двери и дверной проем но это вы поймете там как-нибудь английский то маленько хоть знаете вы берете основание например выбираете где его поставить вот и когда он станет зеленым то вы сможете его поставить но меня он походу никогда не станет зеленым так что уберем основание поставим балку вот так вот ставите балку вот можно раз балка одна да и вот смотрите еще можно убирать вещи которые ты поставил римов пишите и чем-нибудь бьете можно даже луком стрелой стрельнуть и она возвращается назад ну а стена ставится между балками а потолок на четыре стены ставится и все в принципе вот и все важное что надо знать чтобы здесь играть ну ладно всем спасибо всем пока